Всем привет! Я думаю, что я неспроста в такой расцветочке кофты сижу, потому что у нас сегодня на обзоре будет новинка, это Puma Wild Rider. А именно, оригинальная расцветка, которую бренд выпустил буквально на днях, совместно с футболистом Неймаром, он является представителем и лицом данной модели, и я хочу с вами поговорить о ней, рассказать свои впечатления, потому что что-то мне дико не понравилось, и я думаю, это будет интересный ролик, но, как всегда, не забывай подписаться сначала на канал, конечно же, переходи в инстаграм, потому что чуть позже там, думаю, опубликую фотографию с этими кроссовками на ногах, ну и там много полезного в историях, даже саксоса теперь начинаю постить, и не буду долго задерживать, погнали, посмотрим на эти кроссовочки. Ну и вначале вы увидели классическая зеленая коробка Puma, никаких излишков не делали, типа там, ну, то, что Неймар представляет ее, вот. Без какой-либо крутой презентации, вот они, те самые Wild Rider Puma, новые вышли, и сразу же хочу сказать то, что это чисто осенняя модель, потому что верх у нее сделан не из дышащего материала, а он такой, как будто вы зимой идете в этих штанах, и... похоже, правда? В общем-то, сразу же, наверное, я скажу, что мне дико не зашло, так это расцветка. Вроде бы ничего такая, у кого не спрашивал, все говорят, блин, годнота, реально классно, мне расцветка просто дичайше не зашла, ну, я не знаю, вот, ну, серьезно, похоже же на коллаборацию с Addererror, поэтому я в эту кофточку и оделся, мне кажется, прям, как будто бы это Addererror и сделали. Но, когда заполнял группу Buy, находил распродажи, и они уже были на каких-то сайтах на распродажах, сейчас их, по-моему, убрали, и я узнал, что там есть, в принципе, однотонные расцветки, и они очень приятные, та же самая полностью красная на белой подошве, блин, ребят, я вообще влюбился, с удовольствием взял бы себе однотонную, но вот белый, синий, красный, еще и серый сюда накинули, просто флаг России, на кроссовках что-то мне не зашел. На данный момент на сайте доступны, не знаю, расцветок 8-9, и цену у них от 8 990 до 9 490, ссылочки, если что, кину в описании, чтобы вы зашли и посмотрели, может быть, вам понравится, и вы захотите их купить на эту осень. Но вернемся к нашим Wild Rider, и хочется сказать, что отличное дополнение для линейки. Rider, который я снимал уже на свой канал, те же самые Future Rider, Fast Rider, и не помню, какие-то еще приставочки у них там существуют. В принципе, это вписывается в рамки, такой же классный городской силуэт, немножечко футуристичный, потому что вынесли, сильно вынесли пятку за предел кроссовка, и это бросается в глаза. Такая беговая форма, но очень странная из-за подошвы. Что хочется сказать вообще в целом про дизайн, здесь меня все вроде бы более-менее устраивает. Это классные детали какие-то, типа прорезиненных пластиковых вставок на пятки с этими отверстиями. Отверстия также у нас присутствуют и на самой подошве, какие-то еще резиновые вставки под подметкой. И это все выглядит классно. Кстати, если кто-то хочет сразу же еще что-то услышать, клей немножечко торчит. Но куда без клея, это странная претензия, типа клей тут видно. Взглянем на них поближе. Небольшие изображения логотипов Puma у нас содержатся на язычке, на подошве, но это не важно, потому что их там не видно, и на пятке. На задней части кроссовка также присутствует логотип кошечки. На задней части пятки на красной вставке можно найти дизайн by Puma. И, кстати, прикольное дополнение. Вроде бы маленькая незначительная деталька, но лично мне она бросилась сразу же в глаза. Прям дизайн by Puma. Выглядит классно. Форм-страйп самого кроссовка выполнен из кожи. На носу у нас темная замша, что, в принципе, хорошо для этой расцветки. Вокруг шнурков светлая замша. Не так страшно, потому что грязь сюда поймать гораздо сложнее. А пятка у нас из красной замша. Ну, ну, неплохо. Еще хочется дополнить то, что прикольной деталью сделали форм-страйп. Уходит на заднюю часть и является в то же время для вас петелькой для обувания кроссовка. Ну, прям вот такой вот городской обновленный силуэт. Скорее всего, который ляжет на скидке, потому что Puma постоянно запускает распродажи на своем сайте. И поэтому, если вы подписаны на группу Byte, вы не пропустите этот день. Я вам даю честное слово. Их можно будет урвать побольше. Поменьше цену, поменьше. Но силуэт чисто у нас осенний. Опять же, верхний материал никогда не даст вашей ноге дышать. Обрабатываем специальными пропиточками. Получается классно. Классно. Размерная сетка идет размер в размер. У Puma классический. Я думаю, вы знаете то, что у них странная система вот этого вот размеров. Гляжу с коробки. 10,5 UK. Это 45 европейский размер. Но 11,5 US. И 29,5 см. То есть, если у меня другие бренды 11 US, то Puma я беру 11,5. Это если вы захотите брать Puma. Вообще, в принципе, любой силуэт. Но этот идет. Вот на 11 US я беру 11,5. По комфорту на ноге, что хочется сказать. Подошва у нас состоит из обычной пенки Evo. Ничего такого интересного здесь не засунули особо технологий. Поэтому они и удобные в то же время, но удобные на 100%. Если вы берете как вот обычную подошву, сидят на ноге, они офигительно. Это сразу же говорю. Puma в последнее время меня радует. Они не жмут, не свободны. Нога не болтается. И в то же время, ну в общем-то, комфортно. Подошву сделали тоже достаточно интересными. Это не обычный протектор. Но нам не важно. Мы этой подошвой будем наступать на землю. Но все равно приятно взглянуть, когда здесь оставляют какие-то послания. Основано в 1948 году. Германия. Навсегда быстрый райдер. Это отдельные слова, которые я могу произнести без ошибок. А есть еще некоторые, которые, надеюсь, вы сможете прочитать сами. Потому что мое произношение звучит очень смешно. На ногах, мне кажется, они выглядят гораздо симпатичнее, нежели в руке. Что сверху, что сбоку, что сзади. Более-менее удачная расцветка. По мнению многих, но мне почему-то не заходит. Ну согласитесь, прям вот color match такой у меня получился. Красные вставочки, синие вставочки, белые. Не хватает надписи Other Error. Если вам тоже не зашло, заходите на сайт бренда. Либо на какие-то другие сайты. Ссылочки я оставлю в описании. Для покупки, если вам понравилось. Либо вы хотите примерить, заказать и уже решить, оставляете вы или нет. Все будет внизу. Но на самом деле рекомендую однотонные расцветки. Ну а это, в принципе, был весь обзорчик на пару Puma Wild Rider. Если вам понравилось обновление такой линейки, точнее дополнение новым силуэтам, которые они изобрели совсем недавно, тогда пишите об этом в комментариях. Мне интересно будет узнать ваше мнение. Потому что силуэт нравится, расцветка что-то, ну такая. Если смотреть на однотонные, то они гораздо-гораздо лучше. Размер классический Puma, думаю вы это поняли, что у них немножечко сетка отличается от других брендов. Исполнение сама сборка кроссовка достаточно удачное, но клей где-то чуть-чуть видно. Но это не страшно. Главное, чтобы не развалились. А уж не клей типа торчит или не торчит. Главное, чтобы они держались. Ну а это было все. Спасибо тебе за просмотр. Не забывай подписаться на канал. Если тебе нравятся подобные видосы, как подборки кроссовок на осень, возможно скоро будет и на зиму, и какие-то другие советы. Ну и конечно же новости каждый понедельник. И плюс дополнительный контент у меня в инстаграме. Ну и в группе Bye. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok